Сегодня в выпуске. Мы будем бороться и будем беспощадны. Президент Казахстана объявил бой провокаторами житнических конфликтов. Снова рост эпидемиологической ситуации в Казахстане ухудшается. Дефицита зерна в Казахстане не будет, однако цены на муку и хлеб всё же будут расти. Официальный представитель Зернового союза оценил ситуацию на рынке. Ассамблея народа Казахстана занимает важную роль в укреплении единства страны. Значимость института в ходе расширенного заседания АНК отметил в своей речи глава государства Касым Жомар Токаев. По его словам, Ассамблея за годы независимости стала действенным инструментом укрепления единства нации, объединившим всех казахстанцев вокруг идеи общей государственности. Благодаря этому в нашей стране уверенно сформировалась устойчивая и успешная модель межэтнического согласия, эффективность которой признана всем мировым сообществом. Гармония разных культур в нашем Отечестве яркое тому подтверждение. Это главный принцип и неизменный стратегический ориентир нашей консолидации в единую нацию. Сегодня есть много вопросов, которые требуют решения. В этом случае мы должны укрепить наше национальное единство. Только тогда мы сможем укрепить нашу государственность и покорить новые высоты. В своём послании народу я особо выделил значение укрепления единства страны, отметив, что важная роль в этом направлении возложена на Ассамблею. Беспощадно бороться с провокаторами и пресекать любые межэтнические напряжения и конфликты. Такие случаи должны жёстко пресекаться в соответствии с законом, отметил президент. Особое внимание он уделил необходимости налаживания исследований в сфере межэтнических отношений и поддержки работы институтов гражданского общества и советов матерей. В свою очередь известный коуч Алтын Каникар предложила открыть в Казахстане школы для мам. В рамках проекта мы намерены обучать всех мам, желающих подтянуть свои знания по казахскому языку. В школе мы также будем рассказывать о национальных традициях. Вот, к примеру, традиция Торкендеу способствует сохранению семейного очага. Будем также делиться советами по воспитанию детей. Поддерживаю вашу работу. Она имеет важное значение для нашего общества. Чем больше будет открыто таких центров в регионах, тем лучше. Так что желаю удачи. Преобразовать движение Жангару Жолу в республиканскую молодёжную организацию при Ассамблее призвал президент. Он выразил надежду, что молодёжь АНК примет участие в реализации его инициативе по высадке двух миллиардов деревьев в лесном фонде и ещё 15 миллионов населённых пунктах страны. Подчёркивая актуальность молодёжной политики, Касым Жомар Токаев предложил посвятить этой теме очередную сессию Ассамблеи. В Казахстане вновь наблюдается рост числа заражений коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионах республики зафиксировали 1844 новых случаев заболевания COVID-19. Антирейтинг по приросту ведёт город Алматы. Здесь выявили 309 коронавирусных больных. Плюс 186 в Павлодарской области замыкает тройку столицы Казахстана. Общее же число заболевших с начала пандемии уже перевалило отметку в 923 тысячи. К счастью, растёт и число тех, кто сумел побороть смертельный вирус. Минздрав сообщает, что за последние 24 часа выздоровели сразу 1984 казахстанца. К слову, в стране продолжается кампания по вакцинации населения. Двумя компонентами привились уже 7 миллионов 235 тысяч 679 человек. Распространение нового штамма коронавируса в Великобритании не представляет повышенной угрозы. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны. В профильном ведомстве отметили, что за последнюю неделю в Соединённом Королевстве число новых случаев инфицирования выросло почти на 20%, а количество госпитализированных – на 10%. И этот показатель может вырасти до 100 тысяч случаев ежесуточно. К слову, в правительстве пока не планируют переходить к плану «Б» и возвращать ограничительные меры. COVID-19 мутирует, как и все вирусы, и мы постоянно выявляем новые штаммы. Среди них новый вариант дельта-штамма, который известен под названием «AY-4.2» и в настоящий момент распространяется. Хотя пока нет каких-либо оснований считать, что «AY-4.2» представляет повышенную угрозу. Следующий штамм или штамм, который появится после него, может оказаться более опасен. В США одобрили применение бустерной дозы вакцин против коронавируса. Это касается граждан, привившихся препаратами от компании «Модерна» и «Джонсон & Джонсон», сообщает Управление по вопросам качества продовольствия медикаментов страны. Стоит отметить, что требования к каждой вакцине разные. Так, новую прививку препарата «Модерна» можно делать минимум через полгода после полной иммунизации лицам старше 65 лет, а также пациентам с угрозой тяжелого течения COVID-19. В случае с препаратом от «Джонсон & Джонсон» бустерную дозу можно применять минимум через два месяца после введения одной дозы. Разрешение распространяется на людей в возрасте 18 лет и старше. Власти Азербайджана призывают жителей привиться в третий раз, чтобы поддерживать в организме высокое количество антител. В первую очередь, бустерная доза показана гражданам старше 60 лет и медицинским работникам, входящим в группу риска. На последующем этапе к вакцинации привлекут и другие категории граждан. Несмотря на то, что специалисты говорят, что прививка не даёт стопроцентную защиту от COVID-19, всё же утверждают, это лучший способ застраховать себя от осложнений серьёзной болезни. Граждане, которые привились, к примеру, китайской вакцины, третью вакцину могут выбрать иную, например, Pfizer. По сей день мы не наблюдали ухудшения состояния у привитых после третьей дозы. В то время как во время первой и второй доз многие жаловались на головную боль и температуру. Вакцинация – это единственный способ побороть коронавирус. Сенат ратифицировал Конвенцию о защите Каспия. Стоит добавить, что это важное соглашение заключили пять прикаспийских государств, среди которых и Казахстан. Ратификация позволит странам использовать лучшие природоохранные технологии для сохранения экологии Каспия. Планируется создать полную базу о характеристиках морской среды и прибрежных районов. По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов Сири Калибри Кешева, согласно конвенции, каждая сторона облегчает доступ к информации. Это поможет отслеживать уровень загрязнения и рационального использования ресурсов. Министр подчеркнул, законопроект не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий для Казахстана. Не потребуется дополнительного выделения денег из бюджета. Полтора миллиона контейнеров за семь лет. Именно столько грузов прошло через казахстанско-китайский логистический терминал в городе Лянюньгань. Порт играет одну из ключевых ролей в транспортировке товаров из Восточной Азии через Китай и Казахстан в Европу и обратно. Совместный транспортный узел оказывает услуги по международным перевозкам на суше и на воде. К слову, здесь экспортные товары могут ускоренно пройти таможенные оформления. У нас множество морских маршрутов. Мы планируем увеличить их плотность. Таким образом, естественно, вырастет конкуренция. Есть и сухопутный порт на станции Алтынколь. Поэтому здесь есть преимущества для казахстанских предпринимателей. Они могут связаться с терминалом в Лянюньгане, где и работают сотрудники из Казахстана через сухой порт либо напрямую. Мы готовы содействовать казахстанским предпринимателям в разработке эффективных логистических решений. Отметим, что срок доставки грузов железными путями из Лянюньгане в Европу через территорию Казахстана занимает порядка 18 дней. В ближайшее время также планируется запуск транспортного узла, который позволит перевозить грузы через Каспийское море, в том числе и в Турцию, всего за две недели. Дефицита зерна в Казахстане не будет. Несмотря на снижение объема сбора зерновых, почти на четверть из-за засухи страна готова полностью обеспечить внутреннее потребление. Об этом сообщил официальный представитель Зернового союза республики Евгений Карабанов. По его информации, в этом году объем сбора зерновых в Казахстане ожидается на уровне 10,5 миллионов тонн. Более 6 миллионов из них направят на нужды отечественного рынка. Кроме того, у нас есть существенные переходящие остатки, которые мы оцениваем в 2,8 миллиона тонн. Таким образом, общий баланс позволяет нам, с учетом еще дополнительного импорта из Российской Федерации, который мы ожидаем на уровне до 2 миллионов тонн, полностью не просто покрыть наше внутреннее потребление, но и оставаться на экспортном рынке муки и пшеницы в объеме до 6,5 миллионов тонн зернового в муке. Тем временем на мировых площадках зерно продолжает активно расти в цене. Не избежать этого и Казахстану. Эксперт рассказал о факторах, влияющих на удорожание продукции. И повышение стоимости хлеба произойдет не только и не столько из-за повышения стоимости зерна и муки, а оно произойдет из-за повышения стоимости других компонентов, которые используются в его производстве. Потому что себестоимость булки хлеба всего 30% занимает стоимость муки, собственно. Понимаете? Все остальное 70% – это прочие расходы, и это прочие необходимые ингредиенты, компоненты для производства хлеба. Обеспечить доступность и качество дошкольного обучения, сократить разрыв между городскими и сельскими школами и повысить конкурентную способность вузов. Эти и другие задачи будут решаться в рамках национального проекта «Качественное образование для всех. Образованная нация». Его особенностью является то, что он сконцентрирован на конкретных и самых важных задачах. Кроме того, программа состоит из четырех направлений, 15 показателей и 26 мероприятий. Об этом на площадке СЦК сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов. Проект намерен реализовать до 2025 года. Создание условий для развития государственного языка, использование его не только в повседневной жизни, но и в научной, образовательной, общественной жизни и бизнес-среде. Основные направления нацпрограммы «Ултыг-Крухани-Жангру» на брифинге СЦК озвучила министр информации и общественного развития Аида Балаева. Глава ведомства подробно рассказала о задачах проекта, отметив, что он состоит из трёх направлений, семи задач 21 индикатора и 66 масштабных мероприятий. Важная задача этого направления – расширение сферы применения государственного языка. Ведь само понятие «сохранение нации» – это сохранение и развитие языка. Как вы знаете, глава государства выразил уверенность в том, что казахский язык станет будущим межнациональным. Для этого есть все предпосылки. Растёт спрос общества на государственный язык. Это веление времени. Поэтому в этом вопросе рассматривается ряд масштабных проектов. Министр отметила, что для обучения госязыку определён ряд мероприятий. Это разработка инновационных IT-продуктов для обучения казахскому языку, казахизация популярных анимационных и познавательных каналов, внесение изменений в языковые программы среднего образования, разработка учебников на казахском языке для организации технического и профессионального образования. Переход на латиницу позволит интегрировать казахский язык в тюркский мир и мировое сообщество. По мнению известного тюрколога Юлая Шамилаглу, это также облегчит изучение казахского языка иностранными гражданами. Я думаю, что среди иностранцев, которые приезжают в Казахстан в качестве туристов или бизнесменов из Турции, Европы или США, а также студентов в таких учебных заведениях, как Назарбаев университет, не каждый знает кириллицу. Я думаю, что требуется определённое время, чтобы выучить данный алфавит. Поэтому я думаю, что одна из важных причин реформы – облегчить посещение Казахстана и ведение бизнеса в Казахстане, а также возможность для республики интегрировать свою экономику в мировое сообщество. Американка Ракель Рейнагл преподает английский язык в Казахстане. Больше двух лет назад девушка начала изучать казахский. Для неё это третий иностранный язык после русского и корейского. И она уже достигла среднего уровня. Своими успехами в изучении 26-летняя блогер делится на YouTube-канале. Чем раньше Казахстан перейдёт на латиницу, тем лучше, считает Ракель. Учитывая бурное развитие интернета, это будет полезным подспорьем для иностранцев, желающих выучить казахский. На самом деле в интернете многие люди всё больше и больше используют латинский алфавит, только из-за клавиатуры. Когда вы используете интернет в других местах, вам всё равно придётся использовать английскую клавиатуру. Думаю, переключиться будет намного проще. Чем скорее страна перейдёт на латиницу, тем лучше. Потому что с тех пор, как алфавит развивался, прошли годы и годы. Это было лет и годы, что алфавит был подсказан, я могу сказать.